Всем привет друзья, с вами Чапаев и сегодня я решил рассказать о своих планах на ближайшее время. Поговорим о том, что будет на канале совсем скоро, чего ждать пока не стоит, а будет чуть позже и о многом другом. Ну и как всегда по старой доброй традиции, начнем с ретро. Первое. Серия Double Dragon. Началось все с того, что данная игра победила в недавнем опросе. Ну и тут началось. Чапаев, а пройди еще вторую, а третью, а можешь пройти на NES, а не на Сегу, а пройди еще на SNES и все в таком духе. Каждый хочет увидеть свою любимую часть или версию и поэтому я решил затащить сразу всю серию. То есть будут три оригинальные части на Сегу и NES, которые значительно отличаются друг от друга, после чего пятая часть на Сегу, которая представляет из себя файтинг, Супер Дабл Драгон на SNES и завершим все это дело современным Дабл Драгон Неон, который выходил на ПК, PS3 и Xbox 360. Так что не пугайтесь, драконов ожидается много. Само собой, я буду заливать их не по порядку, а разбавлять с другими проектами. Не бойтесь, месяца Дабл Драгонов не ожидается. Я понимаю, что это игра на любителя и кого-то просто они достанут, если заливать их часть за частью, а возможно уже достали. Кстати говоря, в будущем планирую также делать и с другими сериями. Черепашки-ниндзя, Костливания и многое другое. Итак, следующее это свеженький опрос на битэмапы для аркадных автоматов. Бились у нас довольно неплохие игры, но в итоге победителем стал Спайдермен. Само собой, так как это аркадная версия, смысла задрачиваться в ней нет, потому как аркадные автоматы были сделаны с целью высосать как можно больше бабла из игрока. Поэтому много времени я не потрачу на нее. Более-менее наловчусь и пройду. Без потерь жизни, думаю, не получится, потому как, повторяю, аркадные игры попросту не сбалансированы для этого. Исключения бывают, но очень редко. Скоро времени буду приступать. Возможно, на этой неделе уже и управлюсь. Следующее, что касается ретро, это опросы. Не так давно я подумал и решил убрать из списка все, так сказать, попсовые игры. Потому как выигрывает всегда самая популярная известная игра. И меня это, если честно, очень сильно задолбало. Таким образом, я сам буду проходить наиболее известные шедевры. На примете у меня Beyond Oasis, серия страйков, то есть Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike. Stargate и Дельфинчик Эко. Ну а малоизвестные игры, я буду вставлять вопросы. Потому как выиграть какому-нибудь Show With Outlander или Fighting Masters, когда против них стоят всем известные Викинги, Road Rush или Battletoads, попросту нереально. Таким образом, буду вставлять вопросы не особо популярной игры, чтобы исход битвы не был заранее предугадан. Ну и последнее, что касается ретро, это перезаливы старых прохождений. Да, в ближайшее время я собираюсь некоторые игры перезалить заново. Потому как множество разделены на куски, были записаны совершенно всратым кодеком, было включено ресэмплирование вегаси, это такой вырвиглазный эффект призрака. В битэмапах его очень хорошо видно и он очень сильно портит все впечатление. Иногда попадались косяки в виде черного экрана, ну и плюс 60 фпс можно много где добавить, дабы прохождение выглядело намного плавнее и смотреть было комфортнее. В общем, прямо на днях начну потихоньку перезаливать некоторые старые прохождения, не удивляйтесь. А да, на некоторых даже еще не было перевода, это тоже исправим. Я думаю, такое должно многим прийти по вкусу, как и старожилам, которые у меня на канале давно, будет повод пересмотреть прохождение старых шедевров, так и новичкам, которые на канале совсем недавно и даже не видели старых прохождений, как это обычно и бывает. И да, чуть не забыл, что касается The Last Vikings 2, то им я, как и обещал, тоже уделю внимание. Нашел таки русский ром и уже потихоньку начинаю ознакомляться с игрой. Раньше я в нее не играл и даже не видел, но многие сказали, что она ничуть не хуже оригинала. Что ж, скоро и она будет, наберитесь терпения. Думаю, в этом месяце управлюсь. Ну а теперь переходим к другим новостям. Серия Resident Evil. Итак, напоминаю, что сейчас у нас по плану ремейк самой первой части. Зажил я его давно, проходил еще на эмуляторе и переводили мы его сами. А сейчас пройдем обновленную версию за Криса, которая вышла в начале этого года. Но уже после этого перейдем к обещанному Condemnitu 2, а также к Паразиту и к Динокризису. На самом деле, ребят, работы навалилось просто целая куча. Столько проектов, что я аж сам не знаю, как и что разгребать в начале, а что после. Поэтому убедительная просьба, не кипишуйте. Не надо писать по 50 раз, когда же Резидент, Динокризис, Парасайт, МГС и так далее. Я все прекрасно понимаю. Все обязательно будет. Вопрос лишь во времени. Сейчас я вернулся с отпуска, очень классно отдохнул и с новыми силами постараюсь как можно быстрее все сделать. У самого прям очень большое желание. Да и по каналу соскучился, если честно. Целый месяц с толком дома не появлялся, а сейчас решил все свои проблемы и дела и посвящу себя полностью своему творчеству. И в завершении хотел бы рассказать один забавный случай. Те, кто есть у меня в группе, уже наслышаны об этом, а вот пользователям с ютуба должно быть интересно. Так вот, не так давно один пользователь мне скинул ссылку на прохождение Питфола, в котором засветилось мое лого. Да-да, не зря я начал вставлять это самое лого во время загрузок между уровней, потому как именно благодаря этому логотипу и попался один хер, который нагло своровал мое видео. Интро-то он потер вступительное, да вот совсем проглядел, что и между загрузками вставлен в мой логотип. Само собой, никакого авторства написано нигде не было, и я сразу же подал жалобу. Видео удалили, ну а крыса получил страйк, и полгода теперь он будет сидеть без монетизации и с запретом на добавление видео свыше 15 минут. Буквально через день-два этот хер начал писать мне на почту и в личку, называя меня дружище и с просьбой удалить видео. Интересно ваше мнение, стоит ли прощать подобных личностей? Канал у него более-менее раскрученный, 2500 подписчиков, и в основном это спидраны ретро-игр. Не надо ходить к гадалке, чтобы понять, что все эти прохождения тоже наглым образом спижены, и чувак получает небольшой заработок за счет разрывания жоп другими пользователями, ком являлся я. Ну а теперь самый главный вопрос, как думаете, снять жалобу? Или нехер подобным личностям давать поживиться за чужой счет? Интересно и ваше мнение. Ах да, ребят, начиная со следующего видео, лого буду частенько вставлять во времена загрузок, брифинга миссий, а где я вообще перейду на фон, который был в последнем прохождении. Double Dragon и на NES. Если вдруг в будущем, также совершенно случайно наткнетесь на чужом канале, на прохождение, где засветится мое лого, дайте знать. Буду благодарен. В конце концов, не для этого я рву жопу в клочья, чтобы потом какая-нибудь сука его скачала, выдала за свое и получала с этого бабки. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, с вами был Чапаев. Ребят, вы главное не кипишуйте, все игры обязательно будут, вопрос лишь во времени. Ну а я в свою очередь постараюсь сильно не затягивать и как можно скорее разгрести все эти навалившиеся на меня проекты. В общем, всем удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...